Дмитрий Нечаев Передавать новым владельцам Либо возвращать на место обитания В том случае, если животное не агрессивное Ну и надо сказать, что страна со скрипом Наконец-то начала движение по этому пути Но вот 15 марта На рассмотрение федерального парламента Поступил законопроект, который подготовили Депутаты Госдумы Галина Данчикова Надежда Максимова и Марина Беспалова Они предложили в частности Дать региональным властям Право самим решать вопрос переполненности приютов В том числе путем так называемых Гуманных методов Гарантирующих быструю и безболезненную смерть А проще говоря, предложили Разрешить убивать тех, кого нас Со школьной скамьи учили называть Братьями нашими меньшими Законопроект вызвал настоящую бурю Справедливого негодования россиян Сотни тысяч людей подписали многочисленные Петиции за отмену безнравственного Законопроекта, идущего в разрез Со все усиливающимся запросом Абсолютного большинства нашего общества На утверждение гуманистических принципов В самом деле, не для того жители страны Почти 10 лет добивались принятия федерального закона Об ответственном отношении к животным А позже поддержали поправки в Конституцию О гоммунизации отношений с братьями нашими меньшими И тут такая варварская инициатива Отбрасывающая наше общество На десятилетия назад Ведь известно, что по отношению К любому, к социуму, к тем, кто требует сострадания Будь то инвалиды, пожилые люди, дети Или вот бездомные животные Судят о степени цивилизованности этого общества Уровня его развития Похоже, что этих трех «милых» дам Мало волновало то, что они подписывают Смертный приговор миллиону живых существ Обладающих чувствами Испытывающих многие общие с нами эмоции Страх, боль, грусть, страдания А также радость Умеющих любить и дружить Но по разным причинам Оказавшихся выброшенными на улицу Теми, кто однажды назвал их лучшими друзьями Человека и братьями своими меньшими В общем-то, это, несомненно, сильная идея Народных избранец И особенно чудовищная Потому что она сгенерирована женщинами Да еще и живущими в 21 веке Да еще и наделенными властью Такая депутатская Точнее, идиотская инициатива В случае реализации Могла существенно повысить Уровень деградации общества Знаете, например, что в качестве Одного из главных аргументов В пользу своей идеи Тотального убийства Они выдвинули Экономность Да, экономность этого варианта Решение проблемы Муниципалитеты, дескать Не могут найти средства На выполнение своих обязанностей По выполнению норм федерального закона А на самом деле Чаще всего чиновники Просто не хотят этим заниматься Короче, денег нет Компетенции тоже Да и больно охота Чинушим собак себе на шею вешать Так что убивать Потому что дешевле и проще А мораль, нравственность Европейский опыт Запросы общества на гуманизацию Это все не про нас Кто и как сможет объяснить этим дамам Что морально правильные действия Не могут оцениваться с позиции пользы При этом, разумеется Ни один нормальный человек Не отрицает существование этой проблемы Есть и покусы Собачьи стаи Есть возмущенные граждане И их интересы, безусловно, должны быть защищены О чем может быть разговор? Бездомных животных в идеале не должно быть Особенно агрессивных Но только надо помнить, что собака бывает кусачей от жизни собачьей Проблему создали люди И собаки сами ее не решат Приютов не построят Законов не напишут А весь вопрос сегодня в выборе метода решения Старые методы не работают И они недопустимы У нас десятилетиями живых существ Приравнивали к мусору И очищали от них города Устраивая варварские бойни и травли Воруя миллионы на этих подрядах А цифры, подлежащие отлову собак и кошек Год от года только росли У нас и сегодня, как видим Кое-кто изо всех сил Старается сделать все через одно место Упорно не замечая законных, гуманных И действенных методов решения проблемы А они есть Ведь уже давно налаженная работа Например, в Нижнем Новгороде И некоторых других городах Она дала очень хорошие результаты Там внедряется система ОСВВ Это отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск И это работает Но только там, где этим реально занимаются Профессионально и честно Вот неоспоримый факт Систему ОСВВ нижегородцы Начали внедрять еще до появления закона И получили отличный результат Количество безнадзорных собак сократилось С 16 тысяч до 3,5 Число травм от укусов упало в полтора раза А заражение бешенством стало в 6 раз меньше Такие данные привел руководитель организации Зоозащиты Нижнего Новгорода Владимир Гройсман Во время недавнего всероссийского селектора В котором и я, кстати, принимал участие И вот еще пример В Дзержинске ежегодно убивали 2,5 тысячи собак Но их численность не снижалась Как число случаев нападений на людей Ввели ОСВВ, картина радикально изменилась Сейчас там лишь 200 собак Бешенства нет вообще Нападения снизились в 6 раз И вот глава Думского комитета Владимир Бурматов Приводит пример Москвы Где уже давно не бегают бездомные собаки Так как создано около полутора десятков приютов И деньги на эту работу идут в итоге Меньше, чем ранее, на истребление животных Да надо ли вообще в чем-то убеждать Здравомыслящих людей Ну а с разными извергами И говорить не о чем Таких лечить надо Мы недавно приняли поправки В Конституцию страны Одна из важнейших Как раз о закреплении в ней нормы Об ответственном обращении с животными Ее поддержали миллионы и миллионы россиян А еще, согласно опросам Более 87% жителей России За гуманное решение проблемы безнадзорных животных И тут такой привет из пещерного прошлого В виде дикого предложения трех депутаток Конечно, люди буквально вскипели Но надо сказать, что к счастью Глаз народа был услышан Руководством правящей партии И реакция на это последовала незамедлительно А моральный законопроект Был оперативно отозван Об этом заявил секретарь Генсовета Единой России Андрей Турчак Справедливо назвав эту инициативу Я цитирую «Живодерской» Поправки отозвали Справедливость была восстановлена Что ж, это очередная победа добра над злом Но, к сожалению, это лишь полдела Ибо я повторю, что проблема безнадзорных животных В России по-прежнему крайне остра Ведь пока менее половины регионов России Обеспечили условия для выполнения норм закона На своих территориях Мы здесь тоже пока, к сожалению, в числе отстающих И над этим надо работать По закону, отловленные животные должны незамедлительно Помещаться в приюты, которых Катастрофически мало, а кое-где нет совсем Судите сами, в целом по стране приютов Всего 30% от нужного числа По словам председателя комитета Госдумы Владимира Бурматова, цитирую «В целом ряде регионов просто саботируют создание приютов Требуют вернуть отстрел животных» К слову, в Твери приют построен Как вы знаете, я очень благодарен Коллегам-депутатам городской думы Которые поддержали эту мою инициативу По его созданию Об этом давно просили тысячи тверичан Но прошло уже более года Его никак не вводят в эксплуатацию Нам звонит очень много людей Десятки из них приходят лично С вопросом, почему до сих пор не открывают приют в Твери Чиновники отвечают, что в настоящее время Решается вопрос о том, какая структура Будет курировать его деятельность Что вроде бы нужна небольшая корректировка Регионального законодательства для этого Да, это понятно Но соответствующий федеральный закон Был принят аж в 2018 году Неужели за несколько лет Нельзя согласовать эти рабочие вопросы? Уже четвертый год в Твери не ведется Легальная деятельность по отлову и содержанию безнадзорных животных Горожане оставлена один на один с этой проблемой Сколько еще ждать? Впрочем, в СМИ проходила информация Что этот вопрос сейчас взят на контроль Руководством Тверского региона Так что надежда на решение этой острой И социально очень значимой проблемы Теперь есть И в завершении, пожалуй, приведу слова Марка Твена Который сказал Если вы подберете на улице дворовую собаку И накормите ее Она никогда вас не укусит В этом и состоит разница между собакой и человеком Добавлю от себя, что если бы хотя бы каждый пятисотый житель Твери Взял с улицы по собаке И ответственно ею владел То сегодня мне пришлось бы выбирать другую тему Для колонки главного редактора А пока хороших всем выходных И до встречи в эфире Субтитры сделал DimaTorzok